Еще со времен университетского курса «История искусства Византии», который нам читала Ольга Сегизмундовна Попова, название вот этой раннехристианской церкви в Кальблузе было как пароль. И в старых книжках по истории архитектуры публиковались только реконструкции и допланы, и сама Ольга Сегизмундовна попала в серию позже, уже в начале 2000-х годов. А когда она нам читала этот курс в конце 70-х, тоже этот памятник знала только по картинкам. И вот самое поразительное, что ее вот это описание и анализ этой церкви, который сохранился в старых конспектах, ну, оказались, конечно, снайперски точными. Посещение этой церкви не входило в нашу программу во время поездки в Сирию 10 лет назад. Поэтому, когда после поездки в Айндару у нас выпал такой свободный день в Алеппо, мы с Наташей решили все-таки отправиться в эту таинственную Кальблузу. Девушки наши предпочли в очередной раз посетить базар в Алеппо, и мы поехали одни. Кальблуза расположен в часе езды к западу от Алеппо, недалеко от турецкой границы. В позднеантичные времена здесь возделывали Аливу, и благодаря этому эта часть Сирии тогда процветала. Это как раз вот на пути между Алеппо и Древней Антиохией, теперь Тантакия в Турции. Тогда все эти земли входили в состав римской провинции Сирии. Подъезжая к Хариму, вот справа и слева от дороги вдруг стали появляться древние развалины. Тогда вот понимаешь, что этот район не случайно называли, называют страной мертвых городов. Их тут великое множество. И только некоторые, вроде Сирджилы, были оборудованы вот для приема туристов. Мы потом ее посетили, и рассказ о ней впереди. А вот эти поселения стоят одинокие и заброшенные. В частности, Кербизы, который в IV-VI веках нашей эры был довольно крупным поселением, и там вот сохранились жилые дома и виллы. Ну, нынешние обитатели живут поблизости в палатках. Кальблоза и был, по всей видимости, таким пригородом Кербизы. Сейчас это небольшая деревенька, но, правда, при входе в которую нас встретила прямая, как стрела старая, еще римских времен дорога, выложенная вот из плотно пригнанных каменных блоков. И встретившая нас церковь, которая была построена в конце V века в той же самой технике из тщательно отшлифованных и плотно пригнанных друг к другу квадров местного, вот этого светло-коричневого такого песчаника и совершенно без использования раствора. Сегодня, точнее сказать, после пожара Нотр-Дам, об этой церкви неожиданно вспомнили в Европе. Дело в том, что на ее западном входном фасаде мы видим остатки двух башен. Это такая важная для католических храмов Европы деталь действительно появилась впервые здесь, в Сирии. В первых христианских церквах Рима и Равенны никаких башен не было. Вот материал агентства France Press, где на полном серьезе доказывается, что двухбашенный фасад Нотр-Дам был вдохновлен церквушкой, вот этой, затерянной на северо-западе Сирию. Высказанная в таком виде, эта мысль, конечно, звучит абсурдно. Получается, что до собора Парижской Богоматери в Европе не было вообще ни одного храма с двумя башнями на западном фасаде, что, конечно, неправда. На самом деле, между этими двумя памятниками не только расстояние в семь столетий, но и множество промежуточных этапов. Башни на главном западном фасаде действительно в раннехристианской церковной архитектуре впервые появились в Сирии. Первые церкви Рима, так называемые базилики, напрямую продолжали, как мы понимаем, традиции римских общественных зданий, которые имели это название. План раннехристианской базилики представлял собой прямоугольник, вытянутый из запада на восток, разделенный внутри двумя рядами колонн на три прохода, или нефа, как их называют. Средний неф был шире боковых и выше их на этаж, поэтому фасад образовывал такой довольно характерный разрез. И все первые христианские базилики Рима и Равены IV-V веков как раз имели такой фасад, повторявший этот разрез. Никаких башен там не было, да и вообще внешне они были очень просты и совсем не украшены. Даже перестроенные впоследствии фасады этих римских церквей, вот как, например, базилики Сан-Пауло, сохранили под новыми декорациями типичный базиликальный разрез с повышенным средним нефом, это очень хорошо видно. В древности фасады всех ранних римских церквей были гладкими и лишенными каких бы то ни было украшений, вот как мы это видим на макете. Все основное находилось внутри – мозаики, мраморные колонны, реликвии. И этот тип храма довольно прочно укоренился в западной церковной архитектуре. В общем, до сегодняшнего дня все католические храмы имеют в своей основе базиликальный план. В первые века христианства такие базилики римского типа строились повсеместно не только в Риме, но и на Востоке. В частности, вот в Палестине базилика Рождества в Вифлееме до сегодняшнего дня сохранила свой базиликальный план. Но в это же время на Востоке появилась и своя собственная редакция базилики римского типа. Во-первых, все римские церкви строились из Крапича и Евровейни тоже. Здесь, в Сирии, использовали камень. И это сразу, конечно, создавало другое впечатление. По бокам фасады действительно высятся угловые башни. Церковь в Кальблузе не была единственной в Сирии. Недалеко от этих мест, еще в XIX веке, можно было видеть другую похожую базилику V века. Это местечко Турманин. Вот мы видим ее реконструкцию, сделанную французским археологом еще в 1860-х годах. Она, конечно, не совсем строго научная. Она сделана на основе, сохранявшихся тогда ее остатков. Но, тем не менее, до сих пор кочует из книги в книгу. Сегодня от базилики остался только один остов. Таким образом, церковь Кальблузе является единственным хорошо сохранившимся сегодня раннехристианским сирийским памятником. Конечно, первые исследователи этих памятников задолго до Франц Пресс обратили внимание на появление здесь, в сирийских этих памятниках, элементов, которые потом стали активно использоваться в романской архитектуре средневековой Европы. В 1901 году венский ученый Йозеф Стреговский выпустил свой труд, который произвел тогда эффект разорвавшейся бомбы. Он озаглавил его резко полемично «Восток или Рим?». То есть, задавал вопрос, что является истоком средневековой европейской культуры – позднеантичные и раннехристианские памятники Рима или вот восточные постройки типа базилик в Кальблузе и Турманини. В ученом мире тогда развернулась настоящая война, ломали копья. Но надо сказать, что в отличие от сегодняшних СМИ, ученые все-таки восстановил цепочку, по которой вот эти идеи с Востока проникали в Европу. Сирия, вся Малая Азия, Греция после разделения Римской империи и ее распада в IV веке вошли в состав Восточной Римской империи, будущей Византии. Поэтому неудивительно, что первым таким передаточным пунктом стал очень важный религиозный центр греческой Салоники. Именно отсюда в IX веке, во времена Карла Великого, идея вот этого двубашенного фасада и проникла в Европу. Самый старый дошедший до нас пример Вестверка, как его немцы называют, вот западного фасада с двумя башнями, находится сегодня на территории Германии в Корвейском аббатстве, это Вестфалия. До начала строительства Нотр-Дам в Париже вообще-то оставалось еще три столетия. И, кстати, уже знакомая нам по рассказу об Апулии Базилика Николая Чудотворца в Баре, которая тоже лет на сто старше Парижского храма, и своими приземистыми башнями на фасаде, и компактным таким прямоугольным планам, конечно, гораздо ближе к сирийским церквам, чем Нотр-Дам. Ну, конечно, тогда, 10 лет назад, когда мы добрались все-таки до Кальблуза, уж меньше всего мы думали о Париже и о его соборе. Ощущение древности, подлинности, мощь каменной кладки, это, конечно, поражало. На фасадах сохранились и резные декоративные украшения того же времени розетки, архитектурные детали, ну, вот как эти роскошно декорированные растительным орнаментом кронштейны. Когда начинаешь обходить храм, вот слева мы идем, с северной стороны, видишь, что он, в общем, не очень протяженный по сравнению, опять же, с такими длинными римскими базиликами. Его длина 25 метров, а ширина 15. Северная стена, вот перед которой мы стоим, сохранилась до половины, и за ней хорошо виден второй ярус центрального нефа, прорезанный довольно часто расположенными окнами. И удивляют, конечно, вот эти широкие дверные проемы по бокам храма. Это, опять же, очень отличает местные типы от столичного. В Риме важно было все-таки движение от входа базилики к алтарю. И ряды колонн словно вели верующего к самому священному месту в храме. Здесь же мы видим, наоборот, очень широко раскинувшиеся арки. Они образуют своего рода такие самостоятельные ячейки, в которые, к тому же, можно, оказывается, войти сбоку. То есть ритм архитектурный здесь совсем иной. Не непрерывное плавное движение, а вот такое с паузами. Так храм выглядит сверху. Вот справа мы видим неполностью сохранившуюся северную стену. Вдали угловая башня на западном фасаде. По центру два ряда мощных арок, образующих центральный высокий базилики. И слева на снимке, это с восточной стороны, как раз полукруг апсиды, в которой располагался алтарь. Апсида снаружи украшена поднятыми на постаминами, великолепными колоннами с пышными лиственными капителями. Есть в этом, вот как и в традиционном для Средиземноморья орнаменте волны, которая обегает очертания окна, что-то восточное. Такой восточный вкус к чувственной роскоши. Обойдя апсиду, мы оказываемся перед южной стеной базилики. И вот она великолепно сохранилась. Мы видим и верхнюю часть стены, также прорезанную окнами. То есть и в боковых нефах базилики было достаточно света. И что поразительно, с этой стороны три боковых двери, которые, опять же, обозначают отдельные ячейки храма. Крайние двери украшены треугольными фронтонами, а центральная – полукруглым. Здание, конечно, было выше. Это сейчас вот видно, оно значительно ушло в землю. Центральную дверь украшает фактически перспективный портал с великолепной резьбой. В основе лежит римский растительный орнамент, но взят он довольно крупным. В рисунок карниза включено изображение греческого равноконечного креста в круге с так называемой хризмой. Монограммой христа, включающей в себя первые две буквы имени спасителя хи, в данном случае это обозначено крестом и ро в правом верхнем сегменте, мы ее видим. А в двух нижних сегментах – альфа и омега. Первая и последняя буква греческого алфавита, приведены слова Христа, азмь есмь, альфа и омега, начало и конец. Интересно, что по бокам от этого креста видны два пустых места, это утраты. Тут были расположены бюсты архангелов, на что указывают нам надписи вверху – Михаил и Гавриил. Розетки с вписанными в них монограммами украшают и простенки между окнами, и мы их увидим и внутри храма. Попадая внутрь, поражаешься, конечно, великолепной сохранности памятника. Из бокового северного нефа мы обозреваем внутренность базилики. Здесь видно, как концы этих мощных арок опираются не на колонны, как это было принято в Риме, а на мощные столбы-тумбы. И, конечно, их движение, этих арок, оно как бы чередуется с остановками, которые фиксируются этими столбами. И эти подъемы и остановки визуально выявлены и в непрерывной ленте орнамента, который тянется по краям арок. Тема предстояния, вот такого молитвенного предстояния в храме, остановки, это, конечно, не западный, а специфический восточный аспект. Вот эта тема молитвенного предстояния как раз и удержалась в византийском православии. Запад взял отсюда архитектурные приемы, а православие – саму суть как бы этих приемов. Места стыка апсиды со стенами храма, как мы видим, акцентированы очень мощными пилястрами с такими роскошными капителями из оканфовых листьев. А конха апсиды, то есть вот ее полусферическое завершение, завораживает, конечно, рисунком каменной кладки. И в ее вершине мы видим камень, в котором вырезано изображение, опять же, хризмы, с включенным в нее уже именем Христа. Пока мы находились внутри храма, снаружи нас поджидала толпа местных ребятишек. Как только мы вышли, они с криками «Мадам!» обступили Наташу, наперебой предлагая купить ручные вышивки. Их матери при этом выглядывали из-за заборов. Вот этот мальчишка опоздал, пока бежал он упал и теперь сидел надувшись. И пришлось Наташе у него купить кусок этой вышитой тряпки. И вот когда сегодня в Москве рассматриваешь этих безыскусно вышитых современными нитками павлинов с распущенными хвостами, поражаешься, конечно, насколько вневременное вот это народное творчество. Ясно, что и в V веке оно выглядело абсолютно так же. Это тем более поразительно, что сегодняшние жители этой деревушки, друзы, они пришли сюда ведь лет через 500-600 после строительства базилики, в арабской среде друзы вообще занимают довольно обособленное положение, их отношения с режимом Асада всегда были довольно натянуты. И в нынешнем конфликте они вроде бы пытаются держать нейтралитет, во всяком случае храм вроде бы устоял. И эта базилика, как и руины вот этого мертвого города Киркбиза по соседству, ну, едва ли не единственное свидетельство, кипевшее в этих местах в первые годы христианства бурной жизни. Появление в VII веке арабов в Сирии положило всему этому конец. Археологи довольно много находят здесь мелких таких прикладных вещей, но они, конечно, не могут нам помочь представить весь размах этой жизни, как бы услышать ее звуки. Единственный такой визуальный памятник, происходящий из этих мест и сравнимый по своему значению с базиликой в Кальблозе, это знаменитая древняя рукопись, так называемая Евангелие Рабулы или Равулы, названная так по имени Песца, который оставил в конце книги свое имя и дату, 586 год. Евангелие происходит из сирийского монастыря и написано на древнесирийском языке. Ну, вот этот роскошный кожаный переплет, конечно, был сделан позже. Кодекс переплетен по-восточному. Корешок расположен справа и книгу читали справа налево. Уже на первых страницах перед нами предстает изображение инкрустированных мраморных колонок, на которые опираются великолепно украшенные арки, наподобие тех, которые мы видели в базилике. Под ними изображены святые, а вокруг растения, птицы, павлины, распустившие хвосты, совсем как на вышивках, которые нам предлагали детвора. Такие павлины гуляли, видимо, во дворах вилл, вот состоятельных жителей, цветущих здесь некогда в городах. Уникальной особенностью кодекса Рабулы является наличие в нем изображения религиозных сцен, распятия, сошествия Святого Духа на апостолов, сцены Вознесения Христа. В римских катакомбах первых веков нашей эры все эти сюжеты тоже были, но изображались они по-разному. Четких правил, как, в каких позах изображать тех или ных священных персонажей не было. Вот именно здесь, в Сирии, христианство впервые выработало четкие иконографические схемы, которые, в общем, незыблемо просуществовали в христианской живописи все последующие столетия. Достаточно взять любую русскую икону на этот сюжет, чтобы в этом убедиться. Как видим, здесь, на сирийской земле, впервые появилось очень много важных для христианского искусства вещей. Были найдены новаторские архитектурные решения в построении церковного фасада, которые перешли потом в европейскую архитектуру. Были определены окончательно приемы и изображения основных сюжетов христианской иконографии. Надо сказать, что при желании можно обнаружить параллели и прямые заимствования, вообще-то, похлеще, чем это сделали во Франц Пресс. Но вот во всех книгах и учебниках по архитектуре, наряду с планами этих двух церквей, в Кальблозе и Турманини, всегда печатался план и фотографии еще одной раннехристианской сирийской базилики в Тавке на юге страны. Она сейчас разрушена. Там была доведена до логического конца идея остановки от предстояния верующего в храме, развитие которой мы видели в Кальблозе. Огромные полукруглые арки на этот раз были размещены в храме не продольно, а поперек, как бы вот преграждая движение всех, кто находился в храме. Удивительно, но вот прямой отзвук этот прием получил в советской архитектуре, точнее, в одной станции московского метро. Не секрет, кстати, что многие наземные подземные станции метро могут вообще рассматриваться в качестве такого наглядного пособия по истории архитектуры. У нас есть и свой пантеон на станции паркультуры, и свои заупокойные залы египетских храмов, ну и так далее. А вот на станции метро Арбатская, одной из самых длинных, поток пассажиров регулируется, вот как мы видим, с помощью приема, который впервые был использован древнесирийскими строителями. Субтитры создавал DimaTorzok